После того, как сыграли с КПРФ, два матча приехали домой и целенаправленно готовились к матчам серии. Начинаем сегодня с Тюмени, дальше у нас с Тюмени, с прогрессом, потом у нас игра с Автодором, кубок. Потом едем у нас, игры друг за другом, мы спарим тур в Норильске. И дальше две домашние игры с Сибирьиком и потом Югорск. То есть это такой календарь и график работает, тяжелый. В принципе, профессиональные спортсмены должны быть к этому готовы. Я благодарен ребятам, что они на самом деле все правильно восприняли. И после этого поражения, на самом деле, у нас была неделя, мы работали и на улице, и в зале работали, эмоциональный фон у нас каждый днем все время повышался, то, что я сказал перед матчем, в интервью, когда я говорил, что... И они все прекрасно воспринимают. И то, что мы сейчас от них требуем, наш тренерский штаб, сегодня у нас на тренировках прослеживалось, какие-то моменты уже были, сначала на одной тренировке, потом у нас там 4-5 тренировок, не идет это. Мы до них доносим, доносим. Сейчас уже стала одна, вторая, третья тренировка уже получается, и сейчас мы вышли на игру, и сегодня у нас была такая моментами, уже моментами в игре получалась такая целостность, та картина, что мы хотим видеть. Конечно же, мы готовились и разбирали соперника, и я благодарен ребятам. Еще я хочу сказать, что на самом деле они стандарты, которые мы готовили, они их реализовали. И они молодцы в этом плане. Ну, спасибо большое болельщикам, что они у нас сегодня пришли. Да, в первом круге у нас нечасто мы дома играем, и хочется видеть еще больше болельщиков. Но, как естественно говорится, если будет игра, тогда и болельщики будут ходить на футбол. И мы должны своей игрой, своим азартом, своим стремлением, своим характером на площадке это все показывать и доказывать, и тогда болельщиков с каждой игрой будет больше и больше. И мы сами должны играть и получать удовольствие от ребят. Ребятам сегодня я перед игрой сказал, что не надо ничего бояться, ошибок именно. Именно ошибок, ошибиться. Нужно просто играть. У нас так много в жизни стресса. Когда мы играем в футбол, нам не нужен здесь стресс, мы должны играть. Тем более, как говорится, в нашей любимой, дорогой стране стресс, он в каждый день постоянно. Поэтому ребятам спасибо, болельщикам спасибо. У нас никакой эйфории нет. Я думаю, мы все профессионалы, отдаем себе отчет. У нас сейчас важнейший матч с «Автодором» за выход, получается, в одну четвертую. В одну четвертую. Нам нужно тоже там показать и доказать самим себе и всем, что на самом деле та игра, которую мы проиграли в Смоленской, была ошибкой. Продолжение следует...